Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение итальянских болельщиков о карьере Эльдора Шамродова, который сейчас выступает в серии А за футбольный клуб Дженуа. Ну и не так давно на официальных соцсетях этого коллектива появились достаточно интересные обсуждения, которые касаются трансферной политики клуба. Потому что первая часть сезона закончена и здесь многие начали обсуждать, насколько успешными были трансферы коллектива, насколько хорошо себя проявили новички, пришедшие полгода назад по ходу летнего трансферного окна. Ну и я решил собрать самые интересные комментарии на данную тему, потому что Шамродов это самая дорогая покупка команды и, конечно же, здесь Эльдора тоже обсуждали. Я перевел эти мнения на русский язык и давайте сейчас ознакомимся с ними, узнаем, как итальянские фанаты, фанаты Дженуа относятся к Шамродову и считают ли они его покупку удачной. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Роберто Маньоне написал, худшие подписания этого сезона пока что Кассата и Шамродов. Один вечно травмирован, второй либо травмирован, либо поворотом попасть не может. Ну, Кассата действительно перманентно находится в состоянии травмы. То у него коронавирус, то другие болячки. Один матч в кубке он, по-моему, всего провел. И получается, что весь сезон он по большей части лечится. Ну, действительно, печальная ситуация. Ну, а с Шамродовым, да, у него были травмы, но он, во всяком случае, старался помогать команде в тех моментах, когда появился на поле. Марко Росарио. Надеюсь, что наши трансферы себя еще покажут. На мой взгляд, по потенциалу наша лучшая покупка это Шамродов. Просто он пока не раскрылся из-за травмы и приезда в новый чемпионат. Ему нужно дать время на адаптацию. Обратите внимание, Аталанта тоже купила игрока из России. Но в два раза дороже, и он там почти не играет. А Шамродов приносит много пользы. Ну, сравнение, конечно, с Алексеем Миранчуком. Я думаю, вы это поняли. Массимо Марки. Я не думаю, что мы вообще можем говорить о лучшем трансфере в этом сезоне. Пока никто из новичков не показал нужной игры. Есть те, кто совсем провалился, и те, на кого еще есть надежда. Лично я все еще верю в Шамродова, Дестро и Дзапокосту. Ну что ж, действительно, это серьезные футболисты. Дестро и Дзапокосту когда-то считались даже звездами. Шамродов в прошлом сезоне один из лучших бомбардиров РПЛ. Может быть, они и должны себя показать. Посмотрим. Элиза Кавилья. Селекция. Сплошной кошмар. Неудивительно, что мы можем попасть в серию Би. Когда платишь 8 миллионов за непонятного узбека, другого результата и быть не может. На что Джорджи Стефану написал, не стоит так критиковать Шамродова. Он старается, бьется за команду. Плюс он забил гол и отдал голевую передачу. А это уже что-то. Ну, плюс еще помог Дестро забить гол Милану. Нанес удар, там Дестро на добивании сработал. Кармайн Буаниссимо написал, пока что подписания не впечатляют. Самый сильный игрок по уровню Дзапокоста. Почти полгода лечится. Из самых дорогих игроков Кассата также постоянно отсутствует. А Шамродов хоть и играл, но пользы принес не так много из-за своих травм. Ну, травмы действительно помешали Шамродову на стартовом этапе его карьеры в Джену, потому что он провел, по-моему, два матча, а потом получил повреждения. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, что и команда сейчас, конечно, кризисная, поэтому Эльдору сложно входить в такой коллектив, адаптироваться к нему. Майкл Томасьйони написал, пока что самым удачным подписанием выглядит Балардини, ну, то есть тренер команды. Да, он провел всего одну игру, но сразу показал, что по-прежнему хорош. Из разочарований? Да почти все разочаровали, особенно те, за кого заплатили большие деньги, Кассата и Шамродов. Но первый еще, может, заиграет после травмы, а узбек и здоровой пользы приносил не так много. Ну, и Вито Джентиле. Мы купили нападающего за 7 миллионов, который забил один гол за полгода, и Хавбека, который не сыграл ни одного матча в серии А за полгода. Вот это краткое описание нашей трансферной политики. Ну, по-другому и не скажешь. Много неудач, поэтому здесь фанаты Дженуа, конечно, не особо довольны. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.